Ребята, всем привет! Я сегодня приехал на речку попробовать немножко побезмотылить, может быть попробовать потрясти балансиры походить, побурить лунки по разным местам Короче говоря, приехал немного отдохнуть и поснимать хороший видос До этого был пару раз на рыбалках, тоже снимал, но на рыбалке оказались такие недостаточно пролетные Первый раз мы забрались с моим другом Александром в просто тмол таракань Ехали долго, потом пробовали переехать реку В конечном итоге кое-как у нас это получилось Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень красивый водоем Мне очень понравился Но был отрицательный момент То, что мы туда приехали И там буквально все заставлено жерлиться То есть буквально есть там пятачок открытый Без растущих стволов И вот на нем уже стоят жерлиться Не знаю Сотни штук, наверное, точно было жерлиться В конечном итоге Я, ну, как бы, воодушевился Там, к тому же, сразу же Саша поймал Окунька небольшого Потом И Леня поймал Ну, что, грамм? 200 есть Ну, что, восемь, сколько? Нет, 200 200 грамм Хороший А что, улочку сформал? На, овечку отломил Ну, блин Тоже, ну, как бы, втроем ездил И Леня тоже поймал Такого грамма 250, наверное, окунька Как бы, ну, сразу же Ну, красота Что, сейчас, наверное, начнет клевать И потом целый день просто тупо без поклевок У меня был Саша там на мотыля поймал Ну, где-то, наверное, с десяток окуней И сорожек наковырял Ну, а вечера я провел практически без поклевок Поймал одного пиписточного окунька Ну, сорожку небольшую И потом под конец клюнула Такая сорожка грамм на 200 Ух ты, офига себе Кабан попал Ну, как бы, конечно, приятно Под конец вечера поймать такую рыбку Но, тем не менее И, как бы, проехали достаточно далеко На красивый водоем И там оказался, грубо говоря, проходной двор Все заставлено жерлицами И, к тому же, как бы, рыба особо-то и не клевала в тот день Я так понял Ну, по крайней мере, местные рыбаки подходили Сказали, что нет, сегодня клевят плохо Ну, как бы, рыбалка была не особенная по рыбе Поэтому я, как бы, не стал ее выкладывать Вот потом я поехал еще раз Поехал еще раз на другое озеро Озеро очень чистое Такое находится в тайге То есть, как бы, я ехал достаточно далеко Два с половиной часа, в один конец Вот это да Сова Перелетела через дорогу Селась на ветку Сидит, выслушивает мышей Прикольно Я приехал И Вода чистейшая просто Камера опускает, там плавают окуни Такие красивые Кстати, вот я снимал на Focus Fish Картинка в этом озере просто изумительная вообще Вот Ни разу еще я не видел Настолько хорошей прозрачности воды Что, грубо говоря, окуня видно там С пяти метров, с шести метров в сторону Вот И была, в общем, такая интересная ситуация То, что Акуней-то я нашел Окуни стояли около коряжки Окуни стояли на различных Травиных таких Ну, такие поливы травяные Плавали большими стряями А я, в общем, подсовывавшим мормышку Он, как бы, следует за ней Отворачивается и выплывает Следует за ней отворачиваться Что-то бывает Короче, я перебирал мормышки Пробовал нимфо-шарик С латунным шариком Нимфо-шарик с серебряным шариком Короче, что я там только не пробовал В итоге Даже, кстати, на мормышку просто подходил Около одна, когда мормышку потряхиваешь Он так постоит, посмотрит, посмотрит Разврачится, вплывает Вот, в итоге Окуня получилось соблазнить На 0,25-го чертика Черного цвета Без всякого обвеса Вот И потом еще одного окуня я поймал На чертика 0,6 грамма С желтой бусиной Короче, я поймал 3 окуня Озеро мне понравилось Но в тот день, видимо, рыба просто не клевала Либо она там настолько сильно Видит леску Или что, я не знаю У меня с собой не было удочки С тонкой леской Была леска минимальная 0,1 Но я думаю, что на том озере Наверное, было бы полезно попробовать На 2,08 Или даже на 2,06 Потому что вода просто кристально прозрачна Короче говоря, ту рыбалку я тоже Как бы не стал укладывать Потому что Ну Три рыбки всего Что-то тут укладывает Да, понятно Места красивые Подводный пейзаж Завораживает Рубы плавают Глаза на лоб лезут Окуни крупные Окуни красивые Но не поймал И сегодня я приехал на реку Походить, побродить И я надеюсь, что Сегодня мы с вами что-нибудь половим Перемерз С прошлой рыбалки Дубак сегодня Минус 22 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Четко добирал внутренний раздател Достаток Настя Минь Холодно сегодня, руки мёрзнут быстро, поэтому рыбачу вот в шубинках. В шубинках хорошо, руку засунул сразу же, рука начинает согреваться. Одни из самых лучших варежек, это шубинки, мне кажется, на зимней рыбалке. Когда надо руки быстро согреть, лучше шубинать ничего нету. Самая главная вещь, которую я упуял за несколько сезонов рыбалки на реке, заключается в том, что перспективное место не надо разбуривать. На маленькой глубине приходишь на такой участок, где есть такая коряшка. Видишь тут лунки, улык много, старые. Так вот разбуривать их не надо, потому что на небольшой глубине, когда начинаешь разбуривать, рыба пугается, настораживается. То есть луночку надо бурить аккуратно, потихонечку. Буром туда-сюда не булындуть. Буквально прибурил, ты сидишь, ловишь. Пусть не с первой проводки, пусть даже не со второй. С четвертой-пятой проводки рыба начинает подходить к мормушке. Если водичка прозрачная, более-менее, к той месте. Если вода более-менее прозрачная, рыба подходит. И, как правило, с одной лунки можно больше поймать, чем если ты в этом месте штуки три-четыре лунки сделаешь. Вот. То есть, грубо говоря... Ох! Как опал! Убежал! Какая попивка была! Что скажу? Грубо говоря... Ой! Да что ты? Что такое? Что такое? То есть, грубо говоря, если глубина у нас тут метров полтора, то ближайшую луночку надо бурить в метрах пяти как минимум. А то и дальше. Чтобы рыбку не пугать. Бывают, конечно, отдельные случаи, когда на дне лежит какая-нибудь большая коряга, и водок стоит именно за ней. Но это, как правило, бывает на достаточно сильном течении. Вот. А если тяга не сильная, то, как правило, окунь стягивается к мормышке все равно. То есть, если у них какие-то завихрения подводные, вот в данном случае мормышка 0,4 грамма ее не сносит, соответственно, тяги почти нет. Вот. Поэтому окуняк подойдет. Главное трясти. Вот. Сейчас вот было два схода. И это очень плохо. Потому что, когда рыба на такой глубине сходит, обычно ста какого-нибудь отраживается. У них сразу плавники начинают опускаться и так далее. Вот. Когда мелкая рыбка сходит, еще как бы туда-сюда нормально. Вот. Когда более-менее такой кукушок свой от 100, тогда, конечно, плохо. Попробуем ее растрясти. В общем, если есть перспективное место, его сразу же не надо разбуривать. Надо посидеть и половить. Ой. Какие кууки сегодня клеют. Замечательные. Просто. Мормышечка у нее много. Сперва ломута ваша. О, какой красавчик. Давай. Беги. Вот я и шубу из лунки не убрал. А. Просто палочкой проткнул дырку маленькую. И все. Что-то нет. Главное, чтобы бормышка туда провалилась. И все. Бьет. Активные поклевочки. Это хорошо. А. Угу. 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 Метро шнав usher's. Уху. 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 Вадо. Чем быстрее мормышку опускаешь, тем быстрее клюет так называемый лифт. Причем клюет на опускание даже. В рабочую зону мормышка входит и все уже начинаются поклевки. Поэтому в такой ловле надо действовать быстро. Только клевать начал, одного лошадь сразу закидывает. Быстро вытащил, быстро отцепил, сразу закидывает. Сразу будет опять клевать. Вот и лунку надо. Темное стоять. Что-то глубина планеты нет. Светишь за бурью, они насторожатся и клевать не будут. Будут ходить, плавать со распущенными плавниками. Показывает, что они все-таки активные, все-таки красивые и клевать не будут. Вот такая вот ситуация. Иногда бывает приходим в хорошее место, там в хорошее место, в хорошее место, там еще три сделаешь и все. В рыбу не клюет. Бывает придешь, как здесь тоже раздорка, есть четыре, пять лунок здесь. Одну лунку делаешь и трясешь аккуратно. И все, рыбка будет плевать. Шпильки хорошие, если не попадает, я прям рад. Зачет. Конечно, по сибирскому меркам опыт не крупный, но есть такой, есть большая вероятность, что будет это до полки. И тут есть. Главное трясти. Сейчас попробуем подводные камеры посмотреть. Подводная камера у меня, ребята. Хоп, успишь. Многие спрашивают, что за камера у тебя. Хоп, успишь. Самая лучшая камера из тех, которые сейчас на рынке можете купить. Какая-то рыба тут плавает. Сорожка, что ли? Сорожка и окуньки. О, вода мутноватая. Вода мутноватая. Ну, окуньки есть. Ой, какой красавчик. Нифига себе. Вот это я удачно зашел. Можно попробовать им сюда балансиры пустить. Балансирчики-то у меня есть, свои есть. Ага. Ну ладно, не будем больше булумить камерой. Попробуем погнать. О, ой, 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 ой. Крут он, кракен. Ёки-палки. Вот это окунёк. О, да я понимаю, красавчик какой клюм. Да, вот поэтому-то ему тут скорее балансир надо. Он сейчас пока активный, да кинул. Надо мясо. Жара. Вот. Ай. 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 Ну, вроде такое место шикарное. И чё-то... Никого. То ли шугнул я их. Пока лунку пробурил. Так. Это стоит. Ай. Свирpy. ПОЙНУМ wat worried. Ок. Кюрь usar Specialty. в общем ребят дошел я до точки до которые сегодня заметил дальше не пойду сейчас наверно вернусь назад где попался мне добрый окунек попробуем опустить там камеру подводную посмотрим если рыбка ушла или нет если чем может даже закормим одну луночку носорожку ну и плотненько потрясем там Пришел я опять на это место, где попал покрупнее окунь. Кстати, стая белой рыбы, а куньки ее пасут. Добрый он, сорожка крупно плавает. Нормальные такие селедочки. Попробуем потрясти, может и получится. Попробуем. Ого, фига, кунек присосеялся нормальный. Красавчик клюнул. Пузанчик красивый. Да, знатно тут закормлено было, конечно жесть. Морожка. Мелкая. Морожка. 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 Ух ты, какая поклёрка была, хорошая. Свечка. Красота. Вытрест всё-таки. Нифига, 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 нам сталька что-ли подошла. Ух ты. Он уже там сидел. Ух ты, нападение. Ух ты, нападение. Ну что, друзья, товарищи, рыбалка сегодняшняя подошла к завершению. По сравнению с предыдущими двумя выездами, сегодняшний можно сказать, что прям удачно. Когда-то должно было повезти. Сегодня я хотя бы посмотрел на поклёвки. Немножко подтаскал рыбки. Понятное дело, что размер как бы не очень. Но, тем не менее, сегодня просто холодно и куда-то далеко я не хотел выезжать. Сегодня минус 22 градуса и как бы даже руки вернут. Рыбачил я сегодня на две удочки. Вот они. На обоих леска идёт 0,1. На одной удочке у меня идёт чёртик 0,25 граммов и самодельный кивок из нержавейки. На другой идёт мимфошарик. Тоже новая расцветка. Тоже леска идёт 0,1. И кивок из рентгеновской плёнки Александра Зайцева. В общем, вот такие вот две удочки. Немножко сегодня рыбки. Помогала мне на этой рыбалке камера Focus Fish. Вот такая вот. Она у меня сегодня вся замёрзла. Превратилась в ледышку. Вот такая ледышка. Сейчас приеду домой, буду оттаивать её. В общем, я сегодня подошёл воздухом. Немного посмотрел на рыбку. Немного посмотрел на поклёвки. Чего и вам всем желаю, ребята. Не хвостанье чешуи. Дерегите себя. И встретимся с вами в следующих видосах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok